В Актюбинской области стремительно сокращается разрыв в уровне образования между городскими и сельскими школами благодаря проекту «Белемал», который реализуется в рамках программы «Аул Аманате». О его пользе для сельских школьников расскажет Лайла Уесова. Это Талдысайская средняя школа в Хабдинском районе. Она рассчитана на 300 мест, но здесь учатся 141 ученик. С прошлого года учебное заведение участвует в уникальном образовательном проекте «Белемал». Главная цель проекта «Белемал» – повысить качество образования в малокомплектных школах и устранить разницу в уровне знаний между сельскими и городскими учениками. В этой сельской школе онлайн-уроки проводят по пяти предметам. Сегодня по расписанию физика. Мне нравится этот предмет. Сейчас занятия проходят в онлайн-формате с городскими школами. Это очень интересно. Я призер различных олимпиад по физике. В будущем хочу стать учителем. У проекта «Белемал» много плюсов. Во-первых, это обмен опытом, особенно для молодых учителей. И у наших коллег есть отличная возможность получить советы по методике преподавания от лучших школ Актубе. В рамках проекта 35 лучших педагогов Актубе проводят онлайн-уроки для учащихся малокомплектных школ. Всего таких учебных заведений в регионе больше двухсот. Обучаются в них 14,5 тысяч детей. Однако в проекте участвуют пока 120. Чтобы охватить остальные, в отдаленные села проведут интернет. Восьмой год работаю в сельской школе. Сейчас для нас открываются новые возможности. Польза данного проекта в том, что не только учителя, но и сельские ребята могут получить знания от высококвалифицированных учителей. Одним словом, повышается качество знаний. Проект стартовал в ноябре прошлого года по инициативе Акима области Яролы Тухжанова. Тогда разница в уровне знаний между сельскими и городскими школьниками составляла 15%. Но за полгода этот показатель заметно снизился. Учащиеся наши школы и других малокомплектных школ присутствуют на уроках квалифицированных учителей. И им эти уроки интересны, потому что идет конкуренция. Они видят, как отвечают учащиеся других школ в нашей области. И у них появляется конкуренция. Они хотят быстрее ответить, показать свои знания. По данным управления образования, срез знаний в январе показал повышение качества знаний обучающихся по региональному проекту Белемал на 3%. А в апреле рост достиг уже 5%. К слову, в регионе появятся еще 11 новых опорных школ. А с начала нового учебного года октябинский проект масштабирует по всей стране под новым названием «Цифровая школа». Лайла Осева, Жумар Кудайбергенов, телеканал ТТК-42, Октябрьская область.